Дончанин Александр Дружинин увлекается лепкой из пластилина еще с четырех лет. Сегодня его коллекция фантастических персонажей из фильмов и компьютерных игр насчитывает более трех тысяч работ. Наличие у скульптора лишь около сотни статуэток. Многие пришлось подарить, ведь неиссякаемая фантазия позволяет выполнять подобные пластилиновые игрушки каждый день. Были и машинки, и герои мультфильмов, сказок. Помню отчетливо, что особенно хорошо у меня получились казаки запорожские по мультфильму. Но и с тех пор в основном и леплю по фильмам, книгам, играм, ну и по своим рассказам в том числе. Александр в своей работе использует специальный пластилин, который предварительно закрепляет на заготовленный ранее металлический каркас. После того, как фигурка готова, она покрывается акриловыми красками. А вот идея к Александру приходит совершенно внезапно. Идея приходит, прийти может внезапно. Допустим, я смотрю какой-то фильм или игру, понравился какой-то элемент, допустим, персонаж или оружие, броня и прочее. Вот понравилось и захотелось повторить. Либо привнести что-то свое еще в это все. И вот так рождается все это. Бывает, даже просто слушаю музыку и какой-то момент наталкивает на мысль о каких-нибудь эпических битвах, викинги с крестоносцами и так далее. Воюют, сражаются. И вот рождаются персонажи. Все это потом прогрессирует иногда в целые сражения мелкие, масштабные, разного рода. Особенной техники выполнения работ нет. Каждое изделие умелец лепит по-разному. Но создание нового шедевра может уйти от нескольких часов до месяца. Каждую фигурку делаю по-разному. Основным моментом в последнее время может быть то, что я их делаю в основном на каркасе стальном из проволоки. И каркас уже облепливаю сначала одним слоем пластилина, потом вторым, третьим и постепенно придаю форму. Сегодня его работы есть не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Италия и Россия в том числе. Александр пробует себя и в роли писателя. Для своих фантастических рассказов он также создает пластилиновых героев. Без этого увлечения юный мастер уже не представляет свою жизнь. Это хобби и желание воплотить в жизнь идеи и персонажей рассказов. Своих и не только. Вот так простое хобби из детства способно перерасти в такое потрясающее и необычное занятие. Персонажи, которых создает пластилиновых дел мастер, вдохновляют и знакомят нас с волшебным миром сказки. Именно здесь встречается редкий талант, неисчерпаемое воображение и безграничное творчество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова